Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях один из самых известных переводчиков-синхронистов в мире Андрей Фололеев и доцент Института международных отношений Ния Слатыпов. Скажите, пожалуйста, каким образом у нас в гостях в Институте международных отношений оказался гость такого высокого уровня? Хороший вопрос. Действительно, это произошло не случайно. Мы к этому долго шли. И к тому, чтобы этот курс состоялся здесь, было приложено немало усилий. Уж мы, я имею в виду, высшая школа иностранных языков и перевода, школа 21 века. И поэтому в своей работе мы все-таки стараемся опираться на лучший опыт и приглашать лучших. Это было непросто, но все-таки это состоялось. Я считаю, что это большая победа. Конечно, к этой победе имело отношение не только высшая школа иностранных языков, Институт международных отношений Казанского федерального университета. И Рамил Равилович, конечно, нас поддерживал активно. Одним из организаторов этого курса выступила высшая школа государственного и муниципального управления, а также руководство республики, в частности, аппарат президента. То есть это большая работа, которая была проведена, чтобы этот курс состоялся, и Андрей сюда приехал. Про Андрей, я думаю, что знают немногие, знали немногие. Но сейчас в республике знают уже очень многие. Да, учитывая, что у нас прошел курс, была открытая лекция, которая прошла в высшей школе иностранных языков и перевода. Андрей действительно фигура легендарная, потому что как-то сухая статистика, она говорит сама за себя, хотя за ней целая история. Я думаю, конечно, он расскажет, но я все-таки себе позволю несколько фактов рассказать. Андрей преподавал синхронный перевод в разные курсы в высшей школе перевода Монтрейского института Калифорнии. А где этот институт находится? Он находится в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И, безусловно, работает с ведущими деятелями политики, бизнеса, культуры. То есть у него огромный опыт. Даже если говорить о сухой статистике, в интернете сказано, что более 150 международных конференций в год вы переводите. То есть это практически каждый второй день вы заняты чрезвычайно ответственной работой синхронного переводчика. Поэтому для нас была большая честь и радость. И сейчас мы этой радостью поделились с более широкой аудиторией. Спасибо. Андрей, я начну с такого очень простого вопроса. Вам обычно во многих ваших интервью задают корреспонденты повторяющиеся вопросы. Мне тоже придется начать с очень типичного вопроса, потому что наши зрители, боюсь, очень плохо себе представляют, что такое синхронный переводчик. Им кажется, что стоит какой-то политический деятель, у него за спиной кто-то что-то переводит. Это и есть синхронный переводчик. Давайте очень просто и популярно объясним нашим слушателям, нашим зрителям, кто это такой синхронный переводчик, чем он отличается от всех остальных. Мы называем себя последними энциклопедистами. У нас нет возможности, особенно в сегодняшнем мире, когда на первый план, на любом мероприятии часто выходят вопросы безопасности, взять с собой айфон, лэптоп. Поэтому мы все носим в себе. А электронику у нас отбирают при входе в зал. Всю электронику. Соответственно, в отличие от писаного переводчика, мы не можем печатать-печатать, остановиться, заглянуть в интернет. У нас интернета нет, у нас компьютера нет. Отсюда первый упор на энциклопедические познания. Это не салонный энциклопедизм, чтобы все ахнули, ах, какой он начитанный, и весь себя интеллигентный. Нет. Это просто то, что необходимо для выживания в этой профессии. Чем занимается синхронист? Сидит в кабине, специально оборудованной. На гарнитуру поступает голос из микрофона, который установлен на сцене. И с небольшим отставанием 5-6-7 слов переводит то, что человек говорит, скажем, по-русски, на английский язык. Соответственно, пользователям перевода будут не столько люди в зале, сколько другие кабины, слева и справа от моей. Максимальное количество кабин, по моему опыту, было 27. Представьте себе, что там сидят Мэтры, Зубры, Корифеи и Примадонны. Только из них никто не знает русского языка. Поэтому я перевожу прежде всего для них, чтобы они могли красиво переводить на свои. Польский, арабский, китайский и так далее. Мы как бы работаем друг на друга. Соответственно, когда на сцену выходит китаец, я этого языка не знаю, я исхожу с того, что он переводит прежде всего для меня. Я имею в виду не только подбор слов и передачу мысли. Я имею в виду, что он берет на себя решение всех проблем, которые китайский язык, культура могут создать для меня. Название праздников, любые имена собственные, какие-то аллюзии, ссылки на известные всем в Китае исторические события. Он должен каждую единицу информации подавать так, чтобы я ее понял. Как и коллеги в других кабинах. Вот в этом дополнительная сложность нашей работы. Я не могу исходить из того, что все везде знают, что такое КАМАЗ. Я перевожу на английский, я должен быстренько добавить, что это такое. Где производят, в чем отличие от других грузовиков. Я не могу исходить из того, что все знают, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Представьте себе, я работаю на филиппинах. Девочки-филиппинки, что они знают про Россию. Они могут ли на карте показать, какой Пушкин. Значит, я должен вынуть смысл из идиом каких-то словосочетаний и передать его на английский так, чтобы всем все было понятно. Я имею в виду людям, которые ничего не знают про Россию, культуру, историю. Потому что в общественном мнении синхронный переводчик – это тот, который переводит, вот стоит между двумя президентами и переводит. То есть вы переводите «сидя в кабинке», это наши зрители очень хорошо должны понять. И тогда в чем же состоит слава синхронного переводчика? Если он сидит в кабинке, его никто не видит. То, о чем вы говорите, два президента и между ними переводчик, это последовательный перевод. Последовательный перевод начинается не со знания языков, начинается с внешнего вида переводчика. Это человек, который должен уметь себя подать, он знает, как одеваться, он знает, что какой-то церемониал, и не путает его с этикетом, этикет не путает с протоколом. Он должен уметь себя вести. Чтобы не оказалось, что когда он садится за стол, отведенное ему место, чтобы вместо перевода он испытывал панику, страх, потому что он не знает, что делать с вилками слева, ножами справа, какой бокал или фужер для чего предназначен. То есть мы доходим до языков и до техники перевода, в частности до скорописи, которой пользуются переводчики. Но сперва человек должен понять, как одеваться, как держаться и как вести себя в самых разных ситуациях. Это могут быть переговоры на поле для гольфа, это могут быть переговоры на яхте, как одеваться туда и сюда. Здесь очень много всего того, что напрямую не связано ни с сознанием языков, ни с техникой перевода. То есть синхронному переводчику можно прийти в свою кабинку в джинсах и футболке? Это неважно? В теории. Если человек выходит на сцену, и ему некомфортно, потому что он не понимает, как обеспечивается перевод, он может просить, чтобы переводчик вышел на сцену. То есть искусный переводчик должен владеть как техникой синхронного, так и техникой последовательного перевода. Скажите, пожалуйста, а вот кого легче переводить? Когда вы видите человека, которого вы синхроните, или когда вы его не видите, можно ли сделать синхронный перевод, если вы смотрите видео? Или вам обязательно видеть этого человека? Мне обязательно видеть этого человека, потому что я разношу то, что человек сказал. Это можно услышать, закрыв глаза. Но мне важнее, как человек это сказал. Мне важно положение его тела, жесты, мимика. Потому что это что-то, что я должен учитывать при переводе. Соответственно, выходит человек на сцену. Первое, что я определяю, на это уходит несколько секунд. Для него английский язык родной или неродной. Если он родной, я учитываю жесты, мимику, пластику. Все. Если неродной, я это сознательно не учитываю. Потому что человек, во-первых, говорит не то, что он хотел бы сказать. И мог бы сказать на родном языке. А то, что он может сказать на неродном для него английском. А во-вторых, его жесты, мимика, они из другой культуры. То есть филиппинец, выступающий по-английски, он будет в какие-то моменты хмуриться. Это не значит, что он часто гласит что-то крайне для него неприятное. Но вот поручили он не может оказаться. Он просто хочет привлечь внимание к тем словам, которые еще не прозвучали. Если я ничего не знаю филиппинца культуры, к культуре я могу вообразить все, что угодно. Что будет мешать переводу, мешать тем, кто пользуется моим переводом. В продолжение того, о чем мы сейчас говорили, перед вами прошло за сколько лет вашей работы? Я начал активно заниматься устным переводом в 1984 году. То есть получается 35 лет, если я успела сосчитать. То есть перед вами за 35 лет прошло, наверное, колоссальное количество людей, человеческих типов, разных национальностей, разные темпераменты и так далее. Наверное, вот у медиков есть такое понятие медицинский цинизм. То есть для того, чтобы сделать операцию, нужно немножко отстраниться от ситуации. Есть ли такой цинизм синхронного переводчика? То есть вам нужно определить психотип этого человека, что можно от него ждать и так далее? Вы его рассматриваете с этой точки зрения? Или он вам как человек тоже интересен? И успеваете ли вы его понять как человека? Нет. Как человек он мне не интересен. Но если мы не говорим уже о профессиональном цинизме, это человек, которого знают все и всюду, вот бы с ним сфотографироваться. Поначалу это очень возбуждает, постепенно сходит на нет, потому что вы же не знаете, что с этими распечатанными фотографиями делаться. Меня интересует человек с точки зрения, во-первых, как у него работает голова, он будет идти в своем выступлении, независимо от темы, от общего к частному, или, как мы говорим, гонять маятник. Нельзя не отметить, что тра-та-та-та-та, что, впрочем, маятник пошел в другую сторону. Но это, однако, отнюдь не исключает. И маятник пошел, да? То есть верхняя точка маятника, скажем, слева от нас, дальше рано или поздно он назвал тезис, дальше пойдут аргументы, рано или поздно он уйдет в точку контраста, это значит, что он перейдет ко второму полюсу. То есть если он начал с того, за что он выступает, рано или поздно он должен создать контраст между тем, за что он выступает и против чего он выступает. То есть вы хорошо знаете структуру речи, как бы риторику ее правил. Обязательно, обязательно. То есть мне прежде всего интересно, как у человека работает голова. На втором месте его регистр, человек, допустим, говорит очень выспорнее и высокопарнее. Для кого я перевожу, кто в зале. Если люди такого же уровня, переводить легко. Если там собрались школьники, мне придется, мне придется занижать его регистр, потому что иначе конкретные школьники просто ничего не поймут. Представьте себе человека, который получил Нобелевскую премию за открытие в области стволовых клеток. И он выступает перед домохозяйками. Это будет очень сложно перевести, потому что я не могу пользоваться терминами. Не потому что я их не понимаю или не знаю, потому что если ими буду пользоваться, возникнет так называемый эффект формальной правоты. Ко мне невозможно будет придраться, я все правильно перевел, только никто в зале не понял ничего. Строгого перевода не было. То, о чем вы сейчас говорили, вызывает у меня целый ряд вопросов, которые мне лично очень интересны. Но, во-первых, буквально 3-4 дня назад я разговаривала с крупным представителем системы образования, который уверял меня, что буквально через 4 года знание иностранных языков будет никому не нужно, и прогресс идет таким быстрым способом, что через 4 года у нас будут такие с собой маленькие устройства, которые синхронно быстро все будут переводить. Так что мой первый вопрос. Что вы будете делать через 4 года? То же самое, что я делаю сейчас, и что я делаю на протяжении последних 35 лет. А почему? Я живу в Кремниевой долине. Я очень хорошо знаю, что происходит в мире высоких технологий. Примерно когда что произойдет, то, что вы описали, это научная фантастика. Так, я передам этому специалисту по теории образования. И второй вопрос. Вот вы только что говорили о том, что вам приходится адаптировать текст, который вы синхроните, к аудитории. Но вот если как бы предыдущая точка зрения, это представление о том, что синхронист это робот, и робот, соответственно, появится, он его синхрониста заменит. Я с вами совершенно согласна, это невозможно. Потому что язык настолько сложная система и настолько многозначная, что пока что трудно себе представить, чтобы какая-то роботизированная машинная система могла нас заменить. Но здесь вот то, о чем вы говорите, это другой полюс. Получается, что синхронист это такой бог, который может, приспосабливая то, что сказал оратор на сцене, может интерпретировать его слова, переинтерпретировать и передать эти слова аудитории, в общем, немножко в другом варианте. У вас есть это ощущение бога, который на самом деле вы, переводчик, властвуете над аудиторией, а не тот оратор, который стоит на сцене? Я властвую над аудиторией только в том смысле, что для людей, скажем, в русскоязычной части зала, то, что говорит американец, это в лучшем случае как журчание весеннего ручейка. Они смотрят на него, но слушают меня. Соответственно, у меня есть, давайте скажем, две минуты на то, чтобы либо расположить зал к себе, либо восстановить его против себя. К себе или к оратору? К себе, то есть определяется степень доверия этого зала к этому переводчику. Как я могу начать утрачивать это доверие? Допустим, человек быстро дает на экран разные слайды. Он уже на седьмом слайде, а я еще копошусь четвертым, и уже никто не понимает, о чем идет речь, потому что одно и соответствует другому. Если я когда-либо осмелюсь подумать только о том, чтобы использовать свою власть для того, чтобы, я не скажу, переврать, переиначить то, что человек говорит, это профессиональное самоубийство. А такое может быть? Такое бывало в исполнении синхронов? Только в теории. Сознательно я про такое никогда не слышал. Человек может не расслышать, или выступает кто-то со сцены, для кого английский неродной, он произносит какое-то слово неправильно, переводчик это не успевает на бешеных наших скоростях осознать, и происходит невольное искажение смысла. Но чтобы кто-то это делал сознательно, просто потому что его распирает от себя любимого, гонор, понты, фонаберия, гайрст, назовите все, что угодно, через запятую. Но это клиника уж, а это человек сходит со сцены. Потому что, когда я читала какие-то работы по истории синхрона, то там было сказано, что еще в 50-е, 60-е годы было недоверие к синхронному переводу, именно вследствие опасности, которая может в данном случае возникнуть. Это власть точно у нас есть, но не дай бог вообще даже подумать о том, чтобы ей можно было... А кто вас контролирует в этой ситуации? Сегодня с каждым днем в любом зале все больше тех, кто понимает в той или иной степени и русский, и английский. Поэтому это первый ответ. Второй ответ – это наши коллеги. Третий ответ – это то, что каждый раз, получая приглашение куда-то, может быть, во многом потому, что хорошее резюме. Вы должны заново с нуля создавать себе репутацию. То есть как актер, каждый раз выходит на сцену, каждый раз заново. Вас позвали потому, что вы успешно справились с своими ролями раньше. Вы теперь должны доказать, что вы с этой ролью тоже можете справиться. А если вдруг один раз провал? То есть у каждого актера могут быть неудачные пробы, какая-то одна провальная роль в кино? Обычно, если это одна смысловая ошибка, тем более она носит скандальный характер. Это конец всему. Поэтому… То есть вся репутация перечеркнута тут же? Да. За одну ошибку? Да. Да. Потрясающе. Есть скандальный случай, когда переводчик госдепа поехал, это начало 70-х, с Джимми Картером в Польшу. Он, видимо, был откуда-то с востока Украины, рассказал, что польский у него родной. Потом выяснилось, что польский очень неродной. Он допустил ошибку, крайне неприличную, обращаясь к польскому народу. И на этом его карьера очень быстро и очень плачевно кончилась. И все, и стал дворником. Я не знаю, кем он стал. Может быть, прилинул к бутылке, подружился с зеленым змеем. Есть возможные варианты. Но на этом, как говорят скандинависты, он уходит из нашей саги. Вы неоднократно говорили о том, что работа синхронного переводчика – это такой драйв. Это страны, это события, это люди. И в лекции, которые вы читали для очень большой аудитории, которая собралась в субботу в Институте международных отношений, вы говорили о том, что необходимо заботиться о личной безопасности. Эта мысль мне очень понравилась. Вот часто ли такое бывает, что есть опасность для переводчика? Это, может быть, опасность для его психики? Или это, может быть, опасность переводчика? Могут убить за то, что он что-то не так сделал? Есть слухи, давайте скажем. Рассказывают, что Мамар Каддафи, принимая какую-то делегацию, настолько взбесился, видя, как переводит один из его переводчиков, что он его на глазах у изумленной публики пристрелил. Это всегда связано с какими-то диктаторами. Обычно это Африка. Если мне завтра расскажут, что то же самое регулярно происходит в какой-нибудь страшной стране типа Центральной Африканской Республики, я не удивлюсь. Это очень опасная профессия, потому что обычно говорят про престиж, деньги, славу, забывают сказать, что это безумно опасная профессия. Поэтому, возвращаясь к началу вашего вопроса, я бы так ответил. Любая летящая на меня фраза, любая часть этой фразы, словосочетания, идиомы, несвободные или устойчивые словосочетания, они все представляют для меня опасность. Потому что это то же самое, как стоять на линии ударов в боевых искусствах. Поэтому навык синхрониста начинается с того, что нас учат, как уйти с траектории удара. И удар по определению становится неударом. По отношению к стене, если за вами стена, это будет удар. По отношению к платиному шкафу тоже. Но для вас это уже не удар, а значит не угроза. И значит, вы видите, как бы, протяженность этого удара в пространстве, во времени, и смотрите, как на него реагировать. А что важнее, точность перевода или уйти от удара? Одно не исключает другого, потому что, если мы во главу угла выносим личную безопасность, то точность перевода, скорость, идиоматичность и много другого через запятую, это технические приемы обеспечения личной безопасности. В Женеве есть научная лаборатория, которая специально изучает мозг синхрониста. И вот они обнаружили, что у синхронистов формируются в мозге особые совершенно связи, особую роль играет некое хвостатое тело. И прежде всего, не центры речевые работают у синхрониста, а самое важное, это связи, которые очень быстро между различными частями мозга реагируют, взаимодействуют и так далее. И синхронист отличается очень, так сказать, интересной такой особенностью. Он умеет абстрагироваться от звука собственного голоса. То есть, когда мы контролируем свою речь, мы слышим собственный голос. Якобы синхронист слышит и транслирует, и переводит, и передает, но от собственного голоса абстрагируется, от самого себя абстрагируется. Правда ли это? Вот с точки зрения практики, вы как синхронист, вы согласны с этими? Это очень спорное утверждение. Представьте себе, что я стою на сцене, последовательный перевод, огромный зал, зал уходит в темноту, подсвечена сцена, стоит рядом человек, он начинает говорить. Мне важно очень быстро сориентироваться, где я буду слышать себя. Вот сейчас я слышу себя где-то вот здесь. Но в огромном зале звук пройдет туда. Да, он уходит в туалет. Потом вернется ко мне. Соответственно, первые ряды меня услышат. Что будет в середине зала? И самое главное, что будет на галерке. Не окажется ли, что все мои слова сливаются в какой-то гул, как первые диски группы Pink Floyd, да? Уау-уау-уау-уау-уауа. Поэтому я должен говорить, это значит не в последнюю то сообразить, мне должны научить, как говорить нарочито, медленно, чтобы были паузы, чтобы там, в конце зала, мои слова не сливались. То есть я слушаю себя не вот здесь, а когда звук моего голоса возвращается оттуда. Для меня устный перевод вообще, он начинается не столько с языка или языков, сколько с анализа. Без памяти устному переводчику делать нечего. Соответственно, мы должны развивать в себе сознательно ассоциативные связи. Пример. Человек уже упомянул реку Оранжевую. Я должен в течение минуты быть в состоянии поговорить о том, что с этим связано. Я скажу только из одного допущения, что это нормальный, вменяемый, как теперь говорят, человек. Если уже возникла тема реки Оранжевой, что еще возникнет наверняка? По этой же логике, если уже прозвучал Эльзас, гарантированно, может быть, в том же абзаце возникнет лотаринга. То есть у меня должны быть эти связи. Когда я преподавал, в Штатах я очень часто начинал занятия просто с разминки. Апринер. Кто, что, ассоциации и так далее. Девушка говорит, это вроде торт, но это нас затрудняет сказать, это безе или меренге. Ничего страшного. Да, я с девочкой работать не буду. Первая ошибка, ничего страшного. Когда я вижу, что это прокол за проколом, мне не важно, потому что у меня оба языка родные, но эта серость такая, что просто дальше ехать некуда. У меня нет времени сделать из нее энциклопедиста. Если 23 года, и она до сих пор не может сформулировать, что такое ядерный реактор, ну, знаете, как в песне у Битлз, вы мне говорите здрасте, и я вам говорю всего наилучшего. Вот вы говорили о том, что синхронист как бы предугадывает, что дальше будет, о чем дальше идет речь, и женевские ученые, кстати, с этим совершенно согласны. Это тоже особенность ума синхрониста. Кстати, вы можете предугадать, какой будет мой следующий вопрос? Нет, потому что ваши вопросы зависят от внутренней логики этого интервью. Вряд ли не зависят от какого-то перечня. Перечня вопросов. Я могу предугадать, что говорит человек на сцене, потому что он появился не абы откуда, он появился на конкретном мероприятии. В мероприятии есть название. Это название очень ограничивает то, о чем он может говорить. Это пленарное заседание. Кольце пленарное заседание, скажем, к обеду, после обеда идет работа по секциям. Там эти рамки еще уже. Плюс есть регламент. Он не может говорить сколько угодно. Он не может отклоняться от темы. Его быстро лишают слова. И вот, учитывая все эти рамки, учитывая, что он уже сказал, я воспринимаю его выступление не как 360 градусов, а как веер. Вот такой формы. Он сказал несколько фраз, определил свою позицию, как он относится к чему-то. И веер начинает сужаться. К концу первого абзаца это уже не веер, это коридор. Он для того, чтобы сменить тему, должен дойти до какого-то перекрестка. И дальше сказать. А теперь давайте поговорим совершенно о другом. Замечательно. Веер. Несколько фраз. Это уже не веер, а уже коридор. При этом мы исходим всего из одного допущения в профессии. Что человек, который сейчас ушел на сцену, в клиническом смысле слова нормален. Он не пьяный, не обкуренный, не обколотый, не сумасшедший, не принял какую-то дозу сверхсильных лекарств. Он нормален. И тогда я могу прогнозировать. Если он не нормален, я просто приклеиваюсь к нему, иду слово в слово в надежде, что не пройдет и минуты, как оргкомитет изобразит, что происходит что-то. И остановит. Да, и остановит. Но вот если мы все-таки продолжим исследование результаты, разговоры о результатах женевских ученых, то они говорят о том, что женщины чаще бывают хорошими синхронистами, чем мужчины. Потому что они могут делать несколько дел одновременно. Ну, например, якобы есть такие синхронисты, правда, никто их никогда не видел, это такие слухи, которые во время синхрона настолько, как бы, во что-то такое превращаются, что одновременно могут, отключившись, то есть мозг работает, а сами они в это время разгадывают кроссворд или вяжут. Правда ли это? Это не только правда. Когда-то в более жестокие времена было очень много проверок для начинающего переводчика. Вы работаете в организации X, известна тема встречи, вам старшие коллеги дают список, 10-12 слов, которые никакого отношения к этой теме не имеют. От вас требуется работая обычно по 30 минут, в течение 30 минут использовать все эти слова. То есть это значит, что вы должны очень хорошо контролировать, что вы даете в микрофон. Вы не можете просто открыть рот и начинается говорильный. Нет. Потому что иначе вам эти слова туда не вставить. Есть игры типа крестики-нолики. У кабины стекло спереди и слева, и справа. Старшие, ну, более опытные, более взрослые синхронисты могут договориться с новичком, что они будут играть через стекло. Во время перевода. Он переводит, я перевожу и так далее. Это очень жестокая проверка по принципу свой-чужой. И сегодня я, оглядываясь, понимаю, зачем такие проверки нужны. Мы панически боимся самозванцев, мы панически боимся деток, которых кто-то взял и поставил туда. Детка может подвести всех нас и не справиться с работой. Поэтому такие проверки. Ну, вот вы говорили о том, что синхронисты это, прежде всего, энциклопедист. Давайте перейдем к еще одному очень интересному вопросу. Это подготовка синхронистов. Тем более, что вы много лет этим занимались. Что нужно для того, чтобы подготовить хорошего синхрониста? Отказаться от иллюзии, что мы имеем дело с наукой, тем более точной наукой. То есть отказаться от подхода, который называется от теории к практике. Теории нет. Я знаю, что тут же кто-то скажет, да нет, она есть. Я имею в виду теорию с большой буквы. А всякие цельно тянутые, лоскутные одеяла, которые пытаются выдать за теорию, но это, как говорится по-русски, в пользу бедных. А на самом деле теории нет, не потому, что ей невозможно создать, потому что она никому не нужна. Как нету теории столярного дела, как нету теории каратэ. И дальше... Теория каратэ есть? Это для те... для юных коллекционеров цветных поисков. Я 36 лет практикую дзен-буддизм. Я ответственно говорю, такой теории нет, потому что ее быть не может, потому что она никому не нужна. Есть наставник, есть старший монах, есть просто монахи. И вы вживую перенимаете традиции. Вы должны быть в лоне этой традиции. Книжки, видео, это ничего не доставит. Вот, когда вы говорили о жестоких упражнениях для синхронистов, я вспомнила систему Станиславского, потому что там есть похожие упражнения. Но ведь до Станиславского считалось, что тоже нет никакой теории, по которой можно учить актеров. А после Станиславского она появилась. Может быть, у нас просто пока нет теории для синхронного перевода, необходимой нам, подходящей. Поэтому мы говорим о том, что это только с голоса. До Станиславского актеры учились с голоса у более старшего актера. Когда человек выходит на рынок, мы все хотим получить ответ на несколько вопросов. Во-первых, где он учился? И очень может быть, что позавчера открылся какой-то университет, никто о нем еще не слышал в международном сообществе. Тогда второй вопрос, у кого вы учились? Потому что нам очень важно, чтобы это не был самозванец. Самозванец-преподаватель и самозванец-выпускник. Соответственно, очень важна котировка школы. Вы упомянули женевскую школу, одна старейшая, одна из лучших. Есть школа в Сорбоне, во Франции. Если человек говорит, что он окончил какую-то школу перевода в далекой, неведомой никому стране, что такое Южный Судан? Может, там есть школа перевода? Я с огромным скепсисом отнесусь к этому выпускнику. Я хочу посмотреть его в действиях, я хочу с ним поговорить, я хочу проверить его английский, я хочу проверить его реакцию, его энциклопедизу. Много всего. Есть принципы, есть правила, есть канон. И вот на Западе, когда вы приходите в устный перевод, это потрясающее, ошарашивающее ощущение. Вы пришли в лоно одной из древнейших профессий. В России, когда я говорю с ребятами, которые преподают устный перевод или учатся устному переводу, ответы совершенно другие. Ощущение, что никакой профессии нет, каждый за себя, каждый кто во что гораст. В Казахстане то же самое. Я думаю, я говорю, Россия, я подразумеваю, наверное, весь бывший Советский Союз. У меня одна женщина сказала с большим удивлением на одном моем занятии, ой, а вы переводите то, что на слайдах. Я говорю, ну да, иначе нельзя. А я не перевожу. Я спросил, сколько лет вы в Астане работаете? Снехаринец. Она сказала, девять лет. Мне страшно, застану. Какой может быть беспредел, чтобы переводчик сам решал, это я буду переводить, это я не буду переводить. Но там делают первые шаги, там создается ассоциация, может быть, я не слежу, может быть, она уже создана. И возвращаясь к вопросу, нужно отказаться от попыток играть в науку. Это не наука. В одном из интервью вы сказали, что пять лет, которые провели в ЛГУ, оказались для вас потерянными. Чудовищные потери. Но ведь то, чем вы занимаетесь, это уже такой тренинг на определенной базе. То есть человек должен все-таки уже прийти к вам с определенным уровнем. А не дают ли университеты сначала этот уровень, а потом можно заниматься шлифовкой? Если мы посмотрим на тенденции по всей стране, мне это бросается в глаза, потому что меня эта тема живо волнует. Происходит вытеснение синхромистов из преподавания и замена их кандидатами или докторами или наук. То есть людьми, которые не понимают самое главное в нашей профессии. То, что безумно опасно. Соответственно, человек, который никогда не рисковал, ни добрым именем, ни репутацией, ни доходом, ничем, он не понимает, почему мы выносим безопасность во главу угла. И он под видом синхронного перевода скармливает нечастным студентам какую-то или очередную теорию, или занимается просто каким-то аспектом английского языка. К синхронности не имеет отношения. Вот это массовое явление. На каком уровне нужно знать оба языка? Ну, вот, например, вы достаточно давно живете в Америке. Почему в России? Америке с 80-го года. Это ситуация связана с тем, что для синхрониста это больше возможностей? Или вы уехали, чтобы лучше изучить язык? Ответов очень много. Ну, во-первых, попасть в синхронный перевод в советское время я бы не мог. Это было только для детей элиты, для детей торгпредов, полпредов, переходя на лекцию того периода. Это было очень кастовое явление. Я из Ленинграда, я не москвич, то есть для меня уже поэтому закрыты были все двери. Я не из дипломатических кругов, а в Штатах я мог просто в Штатах никому не важно, кто у вас родители, деньги и так далее. Вы хотите этим заниматься? Пробуйте, дерзайте. И последний вопрос, синхронист. Это талант, то есть это чувство языка, да? Чувство языка это ведь талант от природы. Да. Или это то, чему можно научить? То есть талант, который мы шлифуем, или это то, чему можно научить тренировками, упражнениями, например, что это? То или это? Нет, это как чувство юмора. Если оно уже у человека есть, его можно шлифовать. Если его нет, как его заложить туда, в виде какой-то программы? Я не думаю, что это возможно. Спасибо. Мы, правда, учим переводчиков, но тогда придется проверять при поступлении на талант, а не только на знание языка. Спасибо вам большое. Да, спасибо. У нас сегодня в гостях были известный переводчик-синхронист Андрей Фололеев и доцент Института международных отношений Ния Слатыпов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова